Это Вести на студии Филипп Трофимов. Подарок репетиторам и их ученикам к новому учебному году. Холдинг ВК запустил ВК-тутория. Отдельный инструмент для такого рода дополнительного образования, который позволяет преподавателям и планировать занятия, и проводить. В одну платформу интегрировали сразу несколько уже существующих сервисов ВК. Это календарь, заметки, облако Mail.ru, а также ВК-мессенджер и ВК-звонки. Во время занятия доступна интерактивная доска, там ученик может решать задачи, а преподаватель исправлять ошибки и давать пример. Мы знаем, что репетитор с учеником использует от трех-четырех разных инструментов для того, чтобы проводить занятия. Например, материалы где-то хранить нужно, надо где-то общаться, где-то созваниваться, нужна виртуальная доска, так далее и тому подобное. Вот уже четыре инструмента разные, которые используют преподаватели. Например, есть учителя, которые созваниваются в скайпе, но при этом ученики считают, что это прошлый век. Но при этом репетиторы реально их используют. Мы хотим, чтобы они пришли на нашу платформу и здесь остались. Сейчас ученикам и репетиторам доступны в первую очередь закрытые платформы. Например, тот же учиру от ВК или Фоксфорд. Но там преподаватель работает через компанию. Туторий же хочет стать таким классифайдом, как Авито, например, только в сфере передачи знаний, в том числе с поиском частного репетитора. Ну, в перспективе. Есть иностранные аналоги, в частности Google Classroom, но в свете последних событий с доступом к гугловским сервисам могут возникать некоторые сложности. При этом тутория хоть и бесплатная, но не то чтобы благотворительность. Наш сервис бесплатный. Мы не собираемся брать плату именно за использование продукта. Первостепенно наша задача сделать так, чтобы мы собрали обратную связь от пользователей, поняли, какой функционал им нужен для того, чтобы именно сделать сервис максимально удобным. Но при этом в рамках исследований мы также будем смотреть на опции, за которые пользователь будет готов платить деньги и, соответственно, будем вкладывать, скорее всего, их в монетизацию. Также обещают добавить возможную встроенную оплату услуг репетитора. Процент таких платежей, вероятно, тоже может приносить прибыль, даже если процент совсем небольшой. Например, Сбера ценила рынок репетиторских услуг в России в 300 с лишним миллиардов рублей в год. Ну, а главное глобальное событие последних часов – большая презентация от Google. Касается она, так или иначе, большей части всех пользователей смартфонов на планете, потому что помимо фирменных телефонов от поисковика, которые очень хорошие, но очень не массовые, речь о собственной операционной системе Андроид и о том, что ее ждет в ближайшем будущем. С нее презентацию и начали, точнее, с одного главного теперь элемента – искусственного интеллекта, вокруг которого все и построено. Gemini приходит на смену Google-ассистенту, принося с собой все прелести мультимодальной нейросети, то есть понимающей не только текст, но и звук, картинки, видео и прочее. И главное, при генерации текста или при ответах на вопросы с распознаванием происходящего в видеопотоке, оно в качестве контекста может использовать данные из почты или, например, личного календаря. Ну, согласие пользователю. Строго говоря, много из этого показывали ранее на конференции Google для разработчиков, а критики уже заметили, что нынешний анонс теряется на фоне уже случившихся презентаций голосовых ассистентов нового поколения от OpenAI и Apple. Впрочем, есть нюанс. В отличие от Apple и прошлых презентаций самого Google, на этот раз все демонстрации были в прямом эфире. В итоге первая же демо получилась только с третьей попытки. Нет! У-у-у! Но дальше все было без сбоев, а оно, похоже, реально работает. И второй момент. Речь о самой массовой мобильной операционной системе на планете. То есть это буквально накатывается на миллиарды пользователей. Ну, видимо, за исключением Китая и в некоторой степени России. Русский язык Gemini поддерживает, но отдельное приложение в нашей стране официально было недоступно. Что же касается новых фирменных смартфонов, то тут без особых сенсаций. Ну, разве что линейку еще больше расширили, добавив к Pixel 9 и Pixel 9 Pro Pixel 9 Pro XL, который как Pro, только диагональю побольше. Ну и обновился складной телефон. Но он теперь тоже Pro стал тоньше и получил камеры получше. Ну, разумеется, вся линейка фирменных смартфонов от Google получила целый набор эксклюзивных нейрочудес. Интересно, что аккуратно накануне анонса Pixel 9 Google начал поставки в Индию Pixel 8 местной индийской сборки. Только 8 Pro, то 8 Pro там пока не собирают, но события считают знаковым. Во-первых, индийский рынок второй по объемам после китайского, то есть есть за что побороться. А во-вторых, местное производство довольно активно развивается. Кто выступил партнером поисковика в данном случае, не сообщается. Зато известно, что смартфонов разных брендов в Индии собирают уже на 50 миллиардов долларов в год. За последние десятилетия этот показатель вырос в 25 раз. В итоге почти 100% продаваемых в Индии смартфонов там же и производятся. Причем речь не только про аппараты от Apple, Samsung, а теперь и Google, но и про китайские бренды. В частности, сборочное производство в Индии имеют Xiaomi и Oppo.